начинаем рассматривать мантра йогу мантра йога в некотором другом ключе точнее в том же самом ключе но более углублено так как мы с вами уже стали более менее искушенные люди в джнана йоги каких-то таких аспектах которых с которыми мы уже познакомились так как мы уже с вами попрактиковали мантры убедились в том что мантра это не какая-то абстракция а вполне реальный инструмент несмотря что он на то что он кажется немножко странно конечно же на первом семинаре мне было тяжело вам что-либо по этому поводу говорить у вас не было опыта как можно говорить о каких-то вещах поэтому на этом нашем семинаре я могу более подробно углубиться в этот вопрос уже исходя из каких-то теоретических таких глубоких теоретических моментов сперва я немного на этот счет как бы порассуждаем мы с вами поймем о чем о чем вообще так сказать вот эта теория эта наука а затем мы с вами начнем записывать афоризма афоризмы и комментарии к ним афоризмы и комментарии к ним обычная обычная практика обычных текстов обычных древних таких знаний а но сперва опять таки такая как вводная лекция а для чего она нужна ну чтобы уже получить более глубокий уровень осознавания какие же процессы происходят с человеком когда он занимается мантрой и так каждый из нас когда он практиковал мантру он уже столкнулся с рядом каких-то ощущений последствий но каких-то эффектов и теперь возникает вопрос а как это и почему это и собственно какие закономерно чтобы начать совсем самого самого глубокого начала я хочу здесь поговорить об устройстве человеческого тела что такое человеческое тело в преломлении так сказать мантра йоги и так мы помним что вся все из джинана йоги что вся вселенная во вселенной присутствует то что воспринимается нами как двойственность и как два таких полюса первый полюс это полюс как бы сознание второй полюс это полюс энергии в этой вселенной вы не найдете больше ничего кроме этих двух вещей только лишь сознание и только лишь энергию не возникает конечно закономерный вопрос ну а как же мир наш окружающий в общем то он из материи но тут же мы опять таки вспоминаем что в конце концов что есть материя материя это всего лишь форма энергии энергия бывает разная бывает совершенно причудливой форме в виде материи как сжатая замороженная сконцентрированная сперва мне надо чтобы вы все это все усвоили и поняли а вся вселенная которая нас окружает это форма энергии это форма энергии в том или ином ее виде причем энергия бывает в разных ипостасях более плотная более как бы тонкая одних вибраций других вибраций третьих вибраций но это все энергия и поэтому прежде чем как бы идти дальше давайте с вами определим что же такое собственно есть энергия мы сказали что в этой вселенной есть две вещи энергия и сознание оставим пока что есть сознание такую вещь и определим что есть энергия что такое энергия в нашем представлении самые бытовые представления это когда что-то движется что-то делается что-то изменяется И поразмыслив над этим вопросом, мы приходим к следующему выводу Что чтобы говорить о энергии, мы должны говорить об изменении чего-то Иначе какая же энергия, если ничего не менялось, как было, так и осталось Энергия сама подразумевает, что что-то может или уже меняется Если мы дальше подойдем к изучению этого момента, мы определим, что Да, действительно, в этой Вселенной есть частички Что мы имеем? Мы имеем пространство И мы имеем в этом пространстве материю Долгой логикой рассуждаем и приходим к выводу, что Вся материя это сублимированная или как бы сжатая, замороженная энергия А к этому же самому выводу пришла современная физика Остается другой вопрос, ну хорошо, ладно Выходит, если энергия энергии, материя это форма энергии А что же тогда пространства? Выходит, надо вводить третью категорию, помимо сознания и энергии, третью пространства Значит, сейчас я не буду долго вдаваться в эти логические подробности И в логические объяснения Для того, чтобы сказать, что конечный результат будет следующий Что пространство это форма энергии А со временем Вопрос совершенно фантастический Что такое время? Да? Как мы определяем, что время прошла секунда, минута, тысячелетия? Время мы определяем по изменению Были частицы так Относительно других частиц, которые были по-другому Потом те старые повернулись на немножко А эти новые повернулись на много Ну, это все процессы Которые мы как бы сверяем по часам Поэтому следующий вывод Что со временем, как это ни странно Оказалось все более-менее просто Что время это всего лишь изменение Видоизменение Как бы частиц в пространстве Ну, либо как бы видоизменение энергии в пространстве Вот это всего лишь время Ведь мы толком не знаем Вот наши секунды, они равны или они не равны Мы только можем сказать, что Вот относительно другой системы, да Секундной стрелки, они равны А как оно на самом деле? А Бог его знает То есть мы можем время, как сказать, определить Только лишь по изменению одного изменения на основании другого изменения Это есть время А с пространством, конечно же, сложнее Во всяком случае, на мой взгляд, сложнее Ведь что такое пространство? Это что-то, где что-то происходит По самой своей сути Что пространство, получается, это как вместилище энергии Ну, а еще раз я подчеркиваю Я просто не хочу совсем уж углубляться в эту метафизику Достаточно долго, если поразмышлять и сделать какие-то выводы То мы приходим к выводу, что пространство Это всего лишь форма Форма энергии Форма энергии Вот энергия бывает разная Одна в форме пространства Другая в форме Какой-то, допустим, материи Какой-то материи Материя бывает разная Материя бывает тонкая Бывает более грубая И так далее, и так далее Весь спектр И вот, если эта материя в этом пространстве Как-то видоизменяется Мы говорим уже об энергии в нашем смысле слова Ну, я, наверное, вас запутал Факт тот, что Вывод следующий Что все, что мы видим Это всего лишь энергия В той или иной ее форме Сплошная энергия Вообще, больше каждый из нас ничего не видит Только энергия Возникает следующий вопрос Ну, хорошо Если это вокруг всего лишь одна энергия Почему что-то мы воспринимаем Как твердую вещь А вот, допустим, лучик света Который от лампы мне в глаз прилетел Ведь он же как-то так Не осязаем То есть он непонятно То ли это волна То ли это частица Толком никто не знает А как же Как вот это вот Как бы привязать Связать Связывается это Таким понятием Как Вибрация энергии То есть Нечто таким К чему Можно добавить Как слово Как чистота Как изменение Как скорость изменения Опять же Это все взаимосвязано Взаимоувязано И фактически Одна энергия От другой энергии Отличается Именно вот этой Тонкостью Или грубостью Вибрации Проявленностью Либо Такой Как бы Ну Латентным Каким-то проявлением В виде Вот такой Твердой материи Для чего мы Все вот это С вами сейчас Обсуждали Для того Чтобы мы Поняли Немножко Такой Как сказать Афоризм Что Весь мир Это мантра В каком Да Это можно записать Значит Записываем Весь мир Это мантра А в скобках Пишем Вибрация Весь мир Это мантра Вибрация И второй Афоризм Тут же мы записываем И это мантра Есть Ом И это мантра Есть ом А в скобках Напишем Ау Ау Значит Сегодня я уже Касался Этой темы Что фактически Это перекатывание Гласных Ау А М Это не буква Это всего лишь Мои губы М Смыкаются Я бы У до конца Так и произносил Но Как бы Расстояние между Мои губ Становится меньше 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 И рано или поздно Они схлопываются Получается То есть Это не буква М Это что-то Не членораздельное Если угодно А Как следует Понимать Эти два Афоризма А вот Именно в том Ключе О котором Я сказал Что если Все что мы Видим вокруг Вся эта вселенная Которая Когда-то Возникла Всего лишь Форма энергии То есть Это суть энергии Отличаются Которая Отличается Какое-то Одно явление Один объект От другого Всего лишь Окраской Вибрации Когда что-то У нас Как-то Видоизменяется То отсюда Конечно же Очень легко Понимается Этот Очень древний Кстати Афоризм О том Что Весь мир Это мантра Весь мир Значит Это мантра Ом А что же Говорит По этому поводу Более Такие детальные Какие-то Древние Писания Они говорят О том Что Это во многих Традициях Опять же Одинаково Что когда Господь Бог Решил Создать Мир Он Его Создавал Посредством Мантры То есть Он просто Произнес Это он Как бы Как бы Сказать Возбудил Или проявил Эту вибрацию Ом И из этой Вибрации Появилось То что Мы теперь Называем Нашей Вселенной Нашим миром Поэтому Когда вы Видите В тех Или иных Мантрах Такое Слово Ом Оно Иногда Начинает Как правило Начинает Мантра Следует Понимать Что это Как бы Немножко Ссылка На Тотальную Энергию Вселенной То есть Какая Не была бы Последующая Мантра Всегда Можно Добавлять К ней Мантру Ом Любую Мантру Если вы Используете Мантру И видите Что там Нет Мантры Ом То Всегда Можете Ее Добавить В конце В начале В середине Где угодно Потому что Вы ничего Нового Не привнесете Потому что Любая Мантра Какая Бо Она Не была Это Всего Лишь Какой То Частный Случай Вот Этой же Мантры Ом Чисто Практический Момент Для чего Это Делать Иногда Вам Попадаются Мантры В которых Вы Не Совсем Компетентны Вы Не Знаете До Конца Всех Действий Этой Мантры И Чтобы Ну В Некотором Смысле Не То Чтобы Разъяснить Некоторые Такие Моменты Которые Могут Быть В процессе Выполнения Той Или Иной Мантры Непонятны Добавляя Ом Нужные Вибрации Будут Добавляться Идем Дальше Ну Хорошо Если Весь Мир Это Мантра Ом Что Ж Стало Происходить Дальше Значит Пишем Третий Апоэзик Все Мантры Вышли Из Мантры Ом Все Мантры Вышли Из Мантры Ом И Все Мантры В конечном Итуге Растворяются В Мантре Ом Значит Практический Вопрос Для каких-то Своих Нужд Вы Нашли Какую-то Древнюю Мрачную Манту Или Древнюю Веселую Манту И Начали Ее Практиковать Дабы Недруги Убоялись Или Наоборот Дабы Друзья Порадовались Неважно И Когда Вы Сталкиваетесь С Действиями Которые Производят Эти Мантры Ну Как Вы Привносите Какой-то Импульс В этот Мир Но Этот Импульс Цикличный Почему Потому Что Мир Возникает И исчезает Циклично Он Возник Из Мантры Ом Он Исчезнет В мантре Ом Точно Так же Любая Мантра Как положительная Так и В таком Обыденном Смысле Слово Отрицательная Ом В конечном В конечном Итоге Все равно Приведет Все действия Которое Она Оказывает Опять Обратно В мантру Ом То есть Она Опять Растворит Все Что Было Сделано Следующий Мамин Итак Сперва Была Произнесена Первая Вибрация Которая Звучит Как Ом Затем Эта Вибрация По Причине По Причине Сейчас Я буду Избегать Как можно Больше Санскрита По Причине Неведения Стало Дробиться На куски Значит Это Мы Должны Записать Первичная Мантра Ом По Причине Неведения А в скобках Напишем Майи Разбилось На Множество 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 Других Вибраций А Это все Знаете Подобно Призме Вот Когда На призму Падает Солнечный Лучик Отражения Бывают Такие Разно Разноцветные Зеленые Красные Красивые Падает Просто Обычный Солнечный Лучик Белый Бесцветный Попадает На призму И дает Вот такой Спектр Вообще Совершенно Потрясающий Завораживающий Вот Примерно Та же Самая Вещь Ну Как бы Если В аналогии Говорить Происходит С Мантрой Вот была Мантра Ом И есть Такая Сущность Мы На Йоге Касались Этой Очень Таинственной Вещи Как Майя И вот Как бы Мантра Ом Преломляясь Через Майю Дает Фонтан Брызги Салют Разнообразных Оттенков Разнообразных Кусков В этой Вибрации Каждая Из которых Как бы Какая-то Только часть Вибрации Этой Мантры Ом То есть Вот он Момент Творения Момент Большого Взрыва Когда первичные Как говорят Физики Первичная Частица Вдруг Взорвалась Сколько там 15 миллиардов Вопрос к физикам Кто занимается этим Традиция древняя Говорит примерно То же самое Что было там Космическое яйцо Или еще что-то Космить точка Которая точно так же Вдруг в один Прекрасный момент Значит Взорвалась Расширилась В эту всю Вселенную С точки зрения Мантры йоги Это как раз И произошло То есть Возникло Непроявленный Ом Который потом Посредством Майи Разбился На множество Других мантр То есть Была всего лишь Одна вибрация Окраска Энергии Затем Возникла Целая Гроздь Не знаю Целый букет Разнообразных Вибраций Следующий момент Что каждая Вибрация Это суть Явления И объекты Во Вселенной Значит Это мы Должны записать Каждая Отдельная Вибрация Это суть Явления Или объект Во Вселенной Или объекта Во Вселенной Опять-таки Я люблю Все это Очень сильно Я вообще Люблю излагать Это все Предельно Понятно С точки зрения Обыденной Жизни Вот у меня В руках Нож Для резания Бумаги Это объект В этой Вселенной Он сделан Как-то Значит Физик бы сказал Там Или какой-нибудь Там Материаловер Что он сделал Из одного Материала Другого Третьего Причем Один имеет Одну форму Другой Другую И так далее И так далее Химик бы сказал Что это такое Химическое вещество Это такое И так далее Кто-то бы еще Как-то описал Этот объект С точки же Зрения Мантра-йоги Мантра-йоги Я в руках Если угодно Держу объект Который Суть Мантра Вибрация Определенной Окраски И эта Вибрация Как бы В этой Вселенной Звучит До тех пор Пока она звучит Этот объект Существует Ну в данном Случае Дан Как вот мне Так сказать В ощущениях Как сублимированная Какая-то Как материя Твердая Да Постоянно Существующая Но еще Миллион Миллион Других аспектов Там Тепловое Движение Каких-то Атомов Внутри И так далее Это единое Целое Или это У каждого Лезвия Пластмасса Чудесный Вопрос Просто на пять Просто на пять Вопрос Да Вот это Самая такая Вещь Которая Как ни странно Мне показалось Наиболее Хорошо Сочетается С квантовой Физикой В квантовой Физике Есть понятие Волновой Функции Ну я не буду Углубляться В эти подробности То есть получается так Что существует Как общая Функция Как бы Общая вибрация Этого объекта Как в целом Которая В свою очередь Состоит из кусочка Из этого Из этой вибрации Из этой вибрации И они как бы Составляются То есть Подобно тому Как я могу составить Вот этот предмет Точно так же И мантры Составляются И производят Этот объект В целом Совсем уж Практический Момент Человеческое тело Это тоже Самая Та же самая Вибрация Она состоит Из множества Бесчисленного Количества Составляющих Вибраций И вот Мы Как целое Как бы Живое существо Описываемся Одной вибрацией А если Как говорится Давайте отрежем Сусанину ногу Да Не надо Не надо Я вспомнил дорогу То Понятно Что если Делить это все То у каждого Это будет Как бы Составная часть Часть этой Общей вибрации Тогда Получается Что изначально Не было ничего То есть Был он И все Да Именно так И есть То есть Не было Не Опять же Возвращаемся Я уже Если честно Как бы Помнишь Джна на йогу Мы обсуждали Этот вопрос Была вибрация Ом И Ира Ну пожалуйста Очень Была вибрация Ом И Как бы Появилась Такая Совершенно Фантастическая Вещь Как Майя Ну Фантастическая Потому что Это действительно Трудно Веря Какая-то Самая Захватывающая Вещь Во Вселенной Которую Нельзя перевести С одной стороны Как иллюзия Но с другой Какая же это иллюзия Если вот Да Это одно А это другое Да А с точки зрения Иллюзии Это единое целое Но до тех пор Пока мы живем В этом мире И смотрим Глазами этого Мира Майя Разделяет Как та призма Значит Разделяет Общий луч Света На много Много компонентов Точно так же Эта же Майя Разделяет Общие Ну Если думать Тогда вообще Все Да Общий Ом На брызги Вот этих вот Световых Искорок Каждая из которых Вот кусочек Этого лезвия Там еще какая-нибудь штучка То есть И эта призма То что разделяет Это майя Здесь как бы Ссылка идет Мощная Наджна на йогу Да Но мы уже этот вопрос Обсуждали Мы к нему вернемся Потому что Слишком Такой Грандиозный вопрос И в мантра йоге Он имеет немножко Другой аспект Другой аспект А Так вот Весь этот мир Это всего лишь Как бы Ошметки Мантры Ом Которые Как бы Мы воспринимаем Что-то Как Материализовавшееся Что-то Вот допустим Если мы возьмем Опять же Наш любимый Фотон Света То Эта частица Вообще себя ведет Странно 200 лет Там не знаю Физики бились Пытаясь определить Это материя Или волна То есть Частица Или волна В результате Так ни до чего Не договорились И сейчас Просто признали Что Как бы Нашей Ну Нашего Вселенной Очень странные Есть свойства Что Эта вещь Сущность Иногда проявляет себя Как материя А иногда Как волна Больше ничего сказать Нельзя было Это все проверяется Доказывается Не знаю Компьютеры На этом построены Там Ну Все Это Но Объяснить Трудно Так вот Любая мантра Любая мантра Это Кусочек От слова Ом И проявляет Оно Либо Грубую Как бы Ну В какой-то Грубой форме Либо Более Тонкой форме Что Тяжелее Понять Это Как Процесс Да Это Уже Ближе К слову Энергия Которому Мы Привыкли Что Есть Мантра Вот Для Грубого Вещества Да А есть Мантра Для Процесса То есть Это Как бы Для Материи Ну Даже Не Для Материи Действительно Для Процесса Здесь Ничего Добавить Нельзя Опять же Заземляя Заземляя Эту Высокую Теорию На Бытовой Уровень Вы Сталкиваетесь В этом Мире С Какими-то Явлениями Одни Из Которых Вам Нравятся Другие Не Нравятся Но По сути Другими Вы Сталкиваетесь С Проявлениями С Ошметками Мантры Ом Которые Одни Вам Нравятся Другие Не Нравятся Допустим Вы Приезжаете В Зинзибар Там Налицо Энергия Вот Ничего Ничего Не Было Потом Вдруг Бабах Все Повскакивали Хватали Палки Побежали Президентом Бумумбу Свергать Неважно Какой угодно Пример Не Было Энергии Энергия Появилась Не Было Явления Явления Появилась И Можно Как Социологи Говорить Что Вот Где Накопились Факторы Революционные Коррупция И Прочее Это Привело К Недовольству И Так Далее Но С Точки Зрения Мантра Йоги Мы Наблюдаем Просто Вполне Закономерный Ошметок Как бы Энергии Который Как Проявился Уже Не как Какая-то Вещь Реальная А как Процесс В частности Процесс Революции И Соответственно Есть Мантра Которая Описывает Весь этот Процесс Революции Любопытно Да То есть Для Твердого Как-то По одному А для Процесса Как-то По другому Но Суть Одна и Та же Наконец Последний Момент Если мы Умеем Воспроизводить Вибрацию Такого же Плана По которой Построен Построен Этот объект Этот объект Грубо говоря Как бы это В простонародье Говорили Материализовывается Если бы Я обладал Мантра Ситхи И Произнес Мантру Вот Вот Этого Колпачка И Как бы Воли Из Воли Из Как это Сказать Воли Из 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 Да А как бы Это сказать В другом Ну Не важно Да Усилием Воли Я бы Вдруг Начал Штамповать Их Клонировать В огромном Количестве Просто Произнося Мантру Произношу Мантру Раз Возник Произношу Физические Объекты Явления А закон сохранения А закон сохранения Энергии Нет Но На самом деле Как бы Да Как бы Да Какой-то Один Пропал Она Ниоткуда Не исчезла Это же Все Тотального Да Как вот Большой океан воды А я взял Из него Заморозил Именно Ту деталь Которую Мне Захотелось Да Она Потом Будучи так же Разморозится И опять Растечется И в этом Смысле Это совершенно Увлекательно И захватывающе С точки зрения Обычных Каких-то Материальных Веществ Говорят В Индии До сих пор Живет Сай-баба Который Умеет Материализовать Предметы Перст Не всякий Там Совершенно Парадоксальный Я если честно Не знаю Конечно Какими-то Методами Все происходит Методом Материализации Я просто Лично знаю Людей Которые Возникают У меня По поводу Сомнений Следующий момент Очень интересный Ладно С материальными Вещами Разобрались А с явлениями И вот тут Начинается Самое любопытное Что когда Выходит Шаман Где-нибудь В Южной Америке И начинает Произносить Заклинания А потом Смерть Значит Уносит Обидчика Далеко в поле Бросает его Там Ему там Вольно Он чешет голову И говорит Больше шамана Обижать не буду Примерно Такая вещь И возникает вопрос А каким же образом С точки зрения Мантра Юви Тем же самым Произнося Мантру Явление Мы ее Материализуем И она Уже Получает жизнь И начинает Как бы Существовать И Творить Вот такой Любопытный Как бы Взгляд На Метафизику Или на физику Устройства Вселенной А абстрактное явление Это тоже В этом слове Философия Ну не как наука А просто Философия Да Это абстрактное явление Это глобальное Да Любое явление Конечно Если мы имеем Любое Как бы Если мы договорились Аксиоматически Если мы договорились Что все В этом мире Есть проявление Энергии То любая вещь Даже очень абстрактная И очень отвлеченная Это способ Этой энергии Как бы Проявляться И Если есть Способ Ее проявления Значит Есть мантра Описывающая Этот процесс И Возьмем Даже Какому-нибудь Более Экспрессионизм Или Какому-нибудь Другое течение Особенно Меня Знаете Забавляют Вот эти течения Как бы Абсурда Вот есть Любители Абсурда То есть Я вот Когда-то Попал На Театр Абсурда Да То есть Причем Ты вот Смотришь Что люди Пытаются Как бы Нарушить Логику В нашем Обычном Понимании Какие-то Такие Какое-то Действо Идет Нарушающее Нарушающее Казалось бы Нашу логику Но Несмотря на это Какое бы Небыло Это Действо Оно Все равно Происходит В нашем Мире Оно Как бы Задействует Часть Энергии Взаимосвязи И точно так же Попадает Под определенную Мантру Ну вероятно Есть мантра Для абсурда Да То есть Чтобы абсурд Этот проявился Вот такая Любопытная Вещь А если От обратного Абсурд Проявляется Значит Кто-то Эту Мантру Произносит Замечательно Когда-то Это Была такая Байка Когда-то Рамакришну Повторял уже Наверное Да Спросили А пьет ли Господь Бог На что Он однозначно Ответил Конечно же Пьет Все очень Ну как бы Один из Людей Которого Спрашивал Очень удивился Откуда Вы знаете На что Рамакришна Ответил Ну если бы Он не пил Как бы Он мог Создать Такой Мир Конечно же Безусловно Как говорится Отец Прародитель Значит Наш Небесный Значит В разных Традициях Он называется По-разному У кого-то Это Господь Бог У кого-то Будда У кого-то Отец Небесный У кого-то Всемирный Закон Дао А у кого-то Опять же Дататрейская Космическая Функция То есть Это не важно Это не важно Значит Важно то Что есть Что-то Нечто Что как бы Оферировало С этой Мантрой Он Ну то есть Выделило Из нее Кусок Который Потом Проявился В том В виде Мантры Абсурда И она Стала Существовать По-милу А То есть Вот таким Образом Возникла Наша Вселенная Есть Энергия Суть Вибрация Записываем Есть Энергия Суть Вибрация Есть Явления И объекты Есть явления И объекты Проявления Этой Этой Вибрации Значит И следующий Афоризм Если Воспроизвести Вибрацию Мы Воспроизводим Объект Или явление Соответствующее Этой Вибрации А Это вибрация Таким образом Значит Здесь же пишем Таким образом Создаются Или разрушаются Все проявления В этом мире Точнее Так Все проявления Этого мира Проявления Этого мира Итак Еще раз Быстренько Записали Еще раз Быстренько В хрестоматийном Таком Как сказать Быстреньком Порядке Была мантра Не было ничего Под словом Ничего Подразумевается Что не было Ни пространства Ни времени Ничего не было Потом Возникла Первая вибрация Это вибрация Ом Затем Возникло Или не возникло Вот это вот Очень такой Опять же Момент С использованием Майи Эта вибрация Разбилась На Все Как бы Размножилась Часть Вибрации Ом Стала Пространством Часть Вибрации Ом Стала Материей Часть Вибрации Ом Осталась В какой-то Форме Энергии Часть Вибрации Ом Это все По усложнению По усложнению По усложнению Стали создавать Какие-то Комбинации Из пространства Материи Каких-то Явлений Все это Завертелось Закрутилось В результате Чего Произошло То, что мы Видим Так сказать Наш окружающий Мир И когда вы Будете на Выхинах В очередной Раз И будете Видеть, что Вокруг вас Снуют Прокожие Бомжи Значит Какие-то Торговцы В общем Непонятно Кто Вы увидите Суть Ошметок Значит Этой Вибрации Ом И больше Ничего То есть Каждый Бомж Или каждый Торговец В общем Весь мир Который Вы увидите Это как раз Проявление Но это Уже Долгая Долгая Вот эта Каша Как бы Согласование Вместе Раздельно Переплелась На уровне Мантра Йоги То есть Это что Получилось Что Мантра Ом Разбилась На куски Потом Эти куски В каких-то Комбинациях Начали Сочетаться Потом Эти сочетания Сочетались С другими Кусками В сторону Как бы Усложнения И так Будет Продолжаться 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 И в этом Смысле Опять-таки Современная Наука Насколько Мне известно Согласуется С древними Такими Учениями О том Что Рано или поздно Нас ждет Тотальный Конец Света Что значит Тотальный Это не когда Взорвалась Наша звезда Или исчезла Наша галактика А когда Вселенная Которая Начала Расширяться Затем Начнет Схлопываться И опять Уйдет В ту же точку Из которой Она Проявилась Я конечно Опять же Не хотел бы Употреблять Здесь никакого Санскрита Но там Есть такой термин Как Пролагья То есть Это Растворение Обратное Растворение Обратное Творение О чем Это говорит Мы уже Записали Это в афоризме Что все Как вышло Из этой Мантры Сделает Полный Круг И опять В нее Вернется То есть Все вот эти Комбинации Ошмет Как мантры Ом То есть Другие мантры Очень сложные Очень простые По разному Потом Опять Как бы Распадутся 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 Значит Все это Упростится 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 И опять Получится Изначальная Ом А в космическом Плане Это взрыв Вселенной И потом Ее обратное Схлопывание В точку Период права идут так же, в том времени, пока Вселенная живет. В смысле схлопывание, да? Да, схлопывание, потом же вот период покой какой-то, а потом же, наверное, опять... Вот здесь некая такая терминологическая трудность. Мы не можем сказать про период, почему. Потому что время возникает, и, кстати, современная физика опять же с этим согласуется, именно с возникновением Вселенной. Вселенной, да. То же самое утверждают и древние традиции, что до возникновения Вселенной времени не было. Поэтому сказать, что после... Нет, а вот после этого периода права опять может быть? Да, опять же, древние учения говорят о цикличности. О цикличности. О цикличности, да, о цикличности. Современная наука, честно сказать, я немножко некомпетентен, я не знаю, какие у них сейчас современные взгляды, что они по этому поводу думают. Сейчас какие-то там совершенно гипотезы, каких-то там гроздьях в селе. Ну, в общем, я, к сожалению, об этом не очень хорошо разбирать. Но они тоже будут, как говорят, поджать, ну, как-то там и лежать. Видите ли здесь, да, в чем здесь прелесть этого вопроса? Наука, она не опирается ни на какие вот эти вот древние бородатые тексты, ни на какие там эзотерические знания. Собственно, современной науке на это наплевать. Они исследуют весь окружающий нас мир и делают, ну, просто логические выводы. И приходят к каким-то заключениям. И тем более приятно, что то же самое мы находим в древних учениях, да, где, вероятно, когда-то это тоже очень логически обосновывалось, а сейчас до нас нашло в виде просто, ну, описания, да, что было какое-то там что-то, оно разделилось, стало одно, другое, третье, а потом все исчезнет. А может быть, как бы, почему это приятно, что, ну, ты понимаешь, что все-таки за этими древними знаниями, ну, действительно существовало какой-то, какой-то смысл, да, потому что, к сожалению, очень много людей, которые говорят, что это все байки, досужие байки, там, жрецов, которым, как это, простонародие обманывали, дабы неплохо жить. Возвращаемся к мантра йоги. Ну, хорошо, со Вселенной разобрались мы, куда бедно, как она возникла и что она есть. Разобрались вообще. Все порой. Преосли ты ее. Но мы с вами, когда были маленькие, как бы к нам и в голову не приходили эти все мысли, а когда станем старенькими, тем более перестанут. приходить. А как это все соотнести, как бы какую корысть из этого мы можем, значит, этого йоговского учения почерпнуть? Да? Какую корысть? Корысть самую простую, самую прямую. Опять же, из джнана йоги мы помним вот этот краеугольный камень, подобное в подобном. Устройство нашего конкретного тела, это точная копия воспринимаемой нами окружающей Вселенной. То есть, в некотором плане, это карта. Карта окружающей нас Вселенной. Как это там? Что наверху, то и внизу. Что есть здесь, то есть везде. Чего здесь нет, того нет нигде. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ